Здравствуйте! Это программа в городе. Год завершается и уже можно подвести некоторые итоги. Есть оптимистические результаты. Так в Омске общими усилиями удалось добиться предельных результатов в организации новых мест в детских садах. Только за 2014 год в Омске появилось более 4 тысяч новых мест. Маленький Вова за свои 4 года жизни уже успел сменить несколько детских садов. Все они были платные и сильно били по карману родителей. В месяц приходилось отдавать около 15 тысяч рублей, плюс все дополнительные взносы. На очередь в детский сад они встали, когда мальчику было 3 месяца. А это уже достаточно поздний срок, поэтому свои путевки они дождались только сейчас. А о том, что они не просто получат свое место, но еще и попадут в новый детский сад, родители даже мечтать не могли. Мы очень рады. Садик прекрасный, красивый, новый. Будем ходить с удовольствием. Очень большая экономика, что это декрессия, то есть денег уже намного меньше. Будем ходить. Вместе с Вовой в новый детский сад будут ходить еще 149 малышей Октябрьского округа от 3 до 7 лет. К встрече с ними здание готовили на протяжении года. Несколько лет оно стояло заброшенным. Практически за год в нем провели капитальный ремонт всех помещений, восстановили инженерные системы, провели отделочные работы фасада. Было бы замечательно, если бы пришли, конечно, до этого посмотрели. Запущенное здание, в котором не было отопления долгие-долгие годы, да, в котором стояли окна старые. Ну, то есть было просто запущенное здание. И то, что сделал подрядчик, конечно же, сегодня мы видим, что тепло, светло достаточно в учреждении. Давно в Октябрьском округе не открывалось такое дошкольное учреждение. Мы открывали дополнительные места в школах, в садиках. А вот такого здания детского сада мы не открывали давно. Поэтому это, естественно, праздник не только для малышей, но и для родителей, для жителей этого микрорайона. Здесь был каждый день и час. Поработали на славу. Это, это все для нас. Всего на ремонтные работы потратили 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов вложили на приобретение современного оборудования, мебели и игрушек. Кстати, именно игрушкам уделили особое внимание. Ведь детский сад номер 66, как и другие 25 городских детских садов, с января 2015 года начнет работать по новым общеобразовательным стандартам, цель которых – вернуть детям игру. По мнению чиновников, современные дети стали замкнутыми и живут в виртуальном мире. Работа по новым стандартам предполагает, что образовательный процесс превратится в игру, в которой ребенок будет помогать герою, врачу, повару, парикмахеру или продавцу найти выход из сложившейся ситуации. Главное, чтобы ребенок понимал, что он делает и зачем ему это нужно. Тогда он не просто добьется результата, а будет понимать, что он уже в своем небольшом возрасте успешен. Все занятия адаптированы к жизни. То есть детей через погружение, через наше игровое оборудование учат тому, что происходит вообще вокруг них в мире. Здесь больше таких занятий не на то, чтобы дети получили какие-то знания и умения, которые они должны, наверное, приобретать в школе, а больше вообще на адаптацию ребенка к той среде, в которой он живет. К новым стандартам придется привыкать не только детям, но и воспитателям. Исходя из требований, им придется ежедневно составлять для себя план работы, который далек от прежнего. Нет вот таких каких-то строгих правил и рамок в отношении к детям. Это более, скажем так, гуманная форма работы, поскольку, в общем-то, вот каких-то назидательных моментов, да, когда мы собрали всех детей, посадили за стульчики, за столы и сказали, сейчас мы будем заниматься, этого нет. Соответственно, каждый педагог продумывает момент мотивации ежедневно для того, чтобы как-то увлечь ребенка. Сам детский сад коррекционного типа, поэтому в нем будут созданы также логопедические группы для деток с проблемами в речи. Занятия начнутся только после новогодних каникул. Сейчас необходимо получить лицензию на образовательную деятельность, а также завершить ремонтные работы фасада здания. В четверг открылся еще один детский сад, а это значит, что еще 300 омских семей решат проблему присмотра за своим малышом, а мамы смогут выйти на работу. Дыши. Ага, вот так вот надо дышать. Вот много. Илье Михайлину через пару месяцев исполнится 4 года. Что такое детский сад, мальчик знает только по рассказам бабушки. С тех пор, как мама Ильи вышла на работу, бабушка Зоя стала главным воспитателем ребенка. Женщина рассказывает, что развивает Илью как умеет. Сегодня, когда внук получил путевку в детсад, Зинаида Чумарова не может задержать слез. А чего плачете? От счастья? Сегодня не только в семье Ильи праздник. В своих мест в детском саду номер 266 дождались более 300 юных жителей Амурского. Новые яркие игрушки, группы, спальни, земли сад, актовы и два спортивных зала. Здесь, кстати, все оборудовано под новые образовательные стандарты. Илья ждать окончания экскурсии не стал. Принялся за дело. Для кого готовишь? За тем, как преображается здание бывшего старого детского сада, малыши и родители следили чуть больше года. Весь процесс буквально контролировал и глава сада, его заведующий Евгений Савельев. Молодой, но уже опытный специалист в сфере образования делится ожиданиями. Я тут этот садик курил отстройку со стороны департамента образования. В принципе, я уже никаких сложностей не боюсь. Потому что это было очень тяжело, очень напряженно, скажем так. Поэтому, в принципе, ко всему уже готовы. Коллектив набран уже в основном. То есть люди все рвутся в бой. Достроить третий этаж сада, реконструировать его помещение получилось за счет софинансирования сразу трех бюджетов. Города, области, федерации. Общая сумма – 158 миллионов рублей. Дорожная карта, намеченная на этот год, ведет в нужном направлении. План на 2014 год – 3700 мест для дошкольников получилось перевыполнить. Практически дорожная карта идет по графику. И вот сегодня еще один объект мы сдаем. С учетом того, что у нас впереди еще очень много работы, ту дорожную карту, которую мы определили с Вячеславом Викторовичем, безусловно, мы ее будем выполнять. И те задачи, которые мы для себя поставили, и которые для нас определил президент Российской Федерации, безусловно, будут выполнены. Источники федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета, они были направлены и на строительство, и на реконструкцию, и создание дополнительных групп, и создание групп в средних образовательных школах и так далее. То есть по всем направлениям велась работа, и вот в комплексе мы получили эти 4000 с лишним мест только по городу. Это не последнее дошкольное образовательное учреждение, которое откроется до конца этого года. До 31 декабря свои двери распахнут сразу два больших детских сада в Кировском и Центральном округах. Это позволит выдать путевки еще почти тысячи юным мамичам. А в скором времени городские власти обещают новые детсады в Рябиновке, на Мельничной, в Чикаловском поселке. Таких высоких темпов в этой сфере наш город не видел уже ни один десяток лет. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего доброго и до встречи в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин